Хей-хейушки! Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Неркин, и добро пожаловать на новое видео! Друзья, давайте я вам расскажу сегодня 17 фактов и трюков в Майнкрафте, которые упросят вам игру в Майнкрафте. Да, звучит как тавтология, но что с этим поделать? Ничего уж не поделать, так что давайте-ка наберём здесь 2500 лайков. Я вас не выпрашиваю, просто я пойму, что вам это видео понравится, и я сделаю вторую часть, потому что на вторую часть у меня уже заготовлено ещё 17 фактов и трюков. Так что ставим лайкос, две с половиной для вас это фигня, и мы начинаем с вами ролик. Погнали! Брэй! Посоветую вам канал Крейзи Артс, на котором вы найдёте разные летние приключения по Майнкрафту, топы, топы разных механических построек и также лайфхаков в Майнкрафте. Ссылка в описании. Друзья, многие говорят, что воду нельзя поставить в воду. Это всё враньё и насмешка. Берём котёл, ставим в котёл, выливаем ведро воды, и вот так можем хранить воду в аду. Это легко и просто. Переходим дальше. Если хотите для себя построить самый шикарный, самый простой склад взбищей в Майнкрафте, то это легко и просто сделать. Просто сделайте так, как я сделал, и поставьте между ними воду. Как видите, я могу подниматься и открывать любой сундук, который я захочу. Если хотите ловить рыбу, то ловите её в хорошо освещенных местах. То есть вот здесь будет хорошо, вот здесь будет плохо ловиться рыбу. И никогда не ловите. Просто, просто вообще не ловите никогда рыбу в грозу, потому что это никак не действует. Это миф в Майнкрафте. Никогда не нужно ловить рыбу, когда идёт дождь. Это ничем никак не влияет. Влияет только хорошая освещенность и менее освещенность. Так что, бум! Дальше! Как видите, это обычная как-то всё, которая ничем не отличается. Но если подойти ближе, мы увидим, знаете что? Правильно нитку. Потому что нитка на как-то всё не видно, и можем с помощью неё сделать офигенные ловушки для ваших гриферов. Если же на ТНТ поставить наковальню, то никакого взрыва не будет. Он попросту ничем не скажется. Видите? Просто бум! И никакого взрыва. Другие блоки не пострадают. Если же вы хотите быстро передвигаться, то используйте лодку. И также, смотрите, я передвигаюсь очень быстро, даже быстрее, чем на энергорельсах. Думаю, многие из вас знают, что если же мы начнём бить эндермен, то он начнёт нас бить. Но он выше. Он три блока. Выстоит республикать лишние блока. И если мы построим такую вот небольшую в два блока высоту, себе потолочек такой небольшой, то он не сможет нас достать, и мы можем с лёгкостью его просто вот таким вот образом бить. И получить желаемое то, что мы хотим. Эндерпио, это же просто опыт. Если же вы копаетесь в шахте, то всегда ставьте ваши факелы с одной стороны. Так вы поймёте, куда вам нужно идти и откуда вы пришли. Так что, делаем так и не блуждаем больше по шахтам. Это реально очень легко и очень просто. Не ставьте их куда угодно. Ставьте именно по одной стороне, чтобы вы знали, куда вам нужно именно прийти и куда вот уйти. Если же вы строите свой дом, и у вас нет факелов, либо же вы не хотите портить свою красоту этими страшными стрёмными факелами, то возьмите каменные плиты, полублоки. На полублоках мобы не спавнятся, и вы можете полностью быть защищенными от разных мобов, таких как криперов, зомби, склетов, эндерменов и прочей-прочей речистью в Майнкрафте. Если же на вас нападает толпа орущих блейзов, то просто используйте кровать попросту, и они будут взрываться и умирать с первого удара. Если же для вас очень трудно каждый раз открывать и закрывать двери с калиткой, то вы можете использовать назаритовый забор и поставить. Животные не смогут пройти, а вы сможете и сможете также их убить, вот таким вот образом, и забрать ваши поживности. Если вы путешествовали по миру на своем коне, ездили вокруг, и вам нужно срочно переплыть речку, то возьмите всего лишь один поводочек и сядьте в свою лодку. Конь будет двигаться за вами, и вы сможете путешествовать спокойно, легко и без каких-либо усилий. Если же вам вдруг не хватает обычного двойного сундука, то вы можете встать вот сюда и поставить небольшую команду на сетблок, и вот так вот и разместите еще один сундучок. Теперь, когда вы открываете, у вас будет агромедный сундук, тройной сундук. Если же вы боитесь, что наступила у вас гроза, и в ваш дом могут просто попасть молнии, то вы можете лечь спать, и вы переспите эту грозу, так же как и ночь. Вот вам самая простая фермочка куриц, которой можно легко и просто совладеть, потому что здесь мы наполняем воду, ставим, дополняем сюда курочек, и внизу ставим небольшие таблички, и здесь хоппер, который подключен всего лишь к одному сундуку, который я даже не помню где он, где-то вот здесь скорее всего. Вот он этот сундук, вот такой вот, и можем открыть-то, и вот сюда попадают наши все яйка, которые несут наши курочки. Если же мы нажмем сочетание клавиш F3 плюс Q, то мы увидим сочетание других клавиш, к помощи которых мы можем делать разные-разные вещи, которые очень нам помогут. Можно перезагрузить свой ресурс, пока все начало лагать, или другие такие вещи. А на этом все, с вами был я, Нарки. Не забывайте подписываться, и не забывайте поставить лайк, потому что если мы наберем здесь 2500 лайков, то сразу же в ту же секунду выйдет новая часть 17 фактов и трюков в Майнкрафте, которые помогут вам играть в Майнкрафте. Бум! Самое шикарное сзади, которое я продумал. И не забывайте, что у меня есть свой сервер бумкрафт.ру сервис 1.7 по версии 1.9 Все ссылки в описании. Переходите, вас всех сильно люблю. Всех целую, всем пока-пока-пока. Бум! Субтитры сделал DimaTorzok